О проблеме современного течения ясенофильного изофагита у детей, пожалуйста. Уважаемые коллеги, действительно проблема эта становится все более актуальной для детских гастро-дрогов и эндоскопистов. И я бы хотела подчеркнуть, что не все ясно в развитии этого заболевания. Понятно, что это не просто некая изофагия, это именно патологически прогрессирующие заболевания. Просто критерий диагностики, его такой очень простой, когда при гистологическом исследовании, при большом увлечении в поле зрения выявляется более 15 ясенофилов. Но, как правило, есть и другие признаки, это наличие таких вот абсцессов, скоплений изофилов, грануляции, соотношение архитектоники с удлинением сосочков и утолщением назарного слоя. И, учитывая, что характерна очаговость, действительно рекомендуется брать шерсть биоптатов. Растет изофильный изофагит во всем мире, во всех странах, и это истинный рост, поскольку он напоминает буквально геометрическую прогрессию. И данные зарубежные говорят о том, что особенно вырос он после 2017 года. Возможно, это частично связано с улучшением диагностики, а также с тем, что эффект положительного лечения ингредиторами для изофильного изофагита не исключает это заболевание и не проводится теперь как дифференциальный диагностический критерий с гастрозаперами и рефлюксной болезнью. Наиболее часто встречается в западных странах, что, в принципе, характерно для всех геометрологических заболеваний, и средняя распространенность его колеблется от 10 до 40 на 100 тысяч. Но интересно, что он наблюдается больше не в городах, а в аграрных регионах, и, возможно, здесь влияние растительных, аллергенов или химических удобрений, и его обострения чаще наблюдаются летом, что, в принципе, характерно для поленоза. По нашим наблюдениям, у нас по наблюдениям было 33 пациента. Сейчас распространенность уже выше, на то время, на 22 года, это 5, но 100 тысяч в Санкт-Петербурге. И вы видите, что от года к году число таких детей с азимателем изофагитом растет. Интересно, что у нас абсолютно доминируют мальчики, это 90% мальчики, и только девочки. И возраст начала манифестации, вы видите, что нарастает все-таки с возрастом тоже, и в раннем возрасте это довольно редкая патология, чем старше возраста, тем более часто встречается, в среднем это 11 лет. Сопутствующие аллергические заболевания есть практически у абсолютного большинства, только по 4% их не имеют. И когда мы стали смотреть структуру этих заболеваний, то оказалось, что респираторные аллергозы встречаются даже чаще, чем в кожном появлении аллергии. И уровень общего иммуноклуприна Е, в общем-то, повышен примерно у 66%, но если смотреть специфические ГЕ, то к пищевым аллергенам оказалось, что это все-таки не так часто, и больше было к моркови, а не к молоку, против всех ожиданий. И самая высокая частота была именно в процедуре деревьев и трав, и очень часто перекрестная сенсибилизация в крови. Повышение эзенофилов примерно у 72% детей было. И вот здесь, наверное, нужно вспомнить, что почему именно эзенофилы будут играть такую роль, и их фильтрация. Известно, что в норме они играют очень даже важную роль в восстановлении тканей, в регенерации, допустим, даже после острых инфекций, когда повышается уровень эзенофилов, является хорошим признаком, потому что это признак выздоровления. В случае же густой инфекции эзенофилов, из-за того, что они выделяют огромное количество цитокинов и медиаторов исполения, происходит повреждение тканей, и вы видите, что спектры цитокинов, химокинов и различных медиаторов очень широк, и это влияет на проницаемость, и на кровоток, влияет за счет нерв медиаторов на моторику, и, кроме того, стимуляция фибробластов приводит к развитию фиброза. Но в целом, наверное, правильную диагностику ориентировать не только на гистологию, но и учитывать все признаки, в том числе обязательно эндоскопические, и, к сожалению, не инвазивные маркеры признаки, именно в изофагите не работают, это нейротоксин и катионный белок. И вот когда мы проанализировали наши паны, оказалось, что специфические симптомы напоминаются у меньшинства, и только в 45% есть изофагии, а чаще всего это абсолютно неспецифические боли в животе, поэтому получалось, что именно эндоскопическая картина явилась основой для подозрений и взятия биопсии, диагностики эдинофильного эзофагита. Может ли протекать он без симптома? Вот огромное японское исследование, 8500, и часть из них шла просто планово на эндоскопию, без всяких жалоб, и оказалось, что у тех, у кого нет жалоб, частота эдинофильного эзофагита в два раза выше, чем те, у кого жалобы были распространены, по данным этого обследования, гораздо выше, чем она была прежде предполагалась на основе жалоб. Видите, почти 200 на 100 тысяч. Ну, мы у своих детей видели те же самые симптомы, 77%, то есть у большинства. Есть суда, есть вот разные степени выраженности, есть бороздки характерные, в 30% такая, ну, корти-трахеализация пищевода, и учитывая вот такую глубину поражения, конечно, важно при возможности делать этот тип, потому что можно видеть, что именно глубокий отдел пищевода тоже задействованный, это объясняет частое развитие стриптур. И осложнения стриптуры были у нас, у наших деток в 14%, а также у этих псевдополипы. Ребенок год и 6 месяцев, у него псевдополипы на фоне изнофильного изофагита, кольцов-шатского. Ну, такой продольный дефект здесь для оболочки. Вчера, вот, в нашей клинике был доклад по редкому осложнению, термурально-спонтанной диссекции пищевода, когда, вот вы видите, сформировался такой ложный дополнительный карман, как буст волка пищевод, и пришлось в дальнейшем проводить септоктомию в этом месте, потому что консервативная терапия поначалу была неэффективна. В целом, лечение состоит в устранении аллергена, уменьшении воспалений, восстановлении функций при стриптурах. Я думаю, что это всем хорошо известно. Интересно, что эффект диеты и параллельного назначения гибитрового протонной помпы не у всех детей достигается, и он примерно в 60% приводит к клиническому улучшению, и в 50% полной ремиссии. Поэтому очень часто применяются топические стероиды, и они стали, в общем-то, такой рутинной практикой, хотя специальных препаратов нет для лечения измотильного эзофагита, и мы применяем чаще всего бодосовид, который в виде пульмикорта, в глянском виде. Обычно мы его смешиваем с яблочным и грушевым пюре, чтобы он оставался после, размазывался под пищеводу, и вот эффект топических стероидов, он достигается и клинически, и эрископически, и гистологически в высоком проценте случаев. А алгоритм лечения выглядит таким образом, что оценка эффективности обычно проводится через 19 недель, а затем, если есть эффект, то наблюдают и диету назначают как минимум на 1 год, а затем постепенно расширяют. Если эффекты не были, наступает быстрый рецидив, то обсуждается биологическая терапия. Биологическая терапия, которая была предложена для измотильного эзофагита, она, в общем, основывалась на терапии бронхиарной астмы. Но оказалось, что большинство препаратов, это ацетилак, интерликина 5, интерликина 4, рецептор 5, она была не очень эффективна. И, допустим, меба лизумаба с лизумабом, лизумаб, давали очень скромные результаты, и практически от них отказалась в лечении измотильного эзофагита. На сегодня только один препарат, допилумаб, это человеческие ацетилак, классы G4, блокирующие рецепторы, субъединиться вот интерликина 4А. И исследования были проведены, показали эффективность этого препарата, но в более высокой дозе, чем при бронхиарной астме. В 22-м году он был признан и в ДИА, и сегодня есть рекомендации международные по его применению при измотильном эзофагите, а российских рекомендаций пока нет. Но, тем не менее, мы уже начали лечение этим препаратом от детей, которые не выдаются обычной терапии. У нас вот двое детей было, ну, сейчас уже третий взят на такую терапию, проследили, и оказалось, что после неэффективного лечения топическими астероидами, все-таки через три месяца, вы видите, двое после лечения, там было 50 эзенофилов, тут 2,5, эндоскопические четкие ухудшения совершенно у ребенка было достигнуто, то есть этот препарат действительно является очень перспективным в лечении эзенофильного эзофагита. Спасибо за внимание, извините, что... Спасибо большое.